Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей на телеканале Репортер. Меня зовут Наталья Апара. В четверг украинские школьники и студенты первый день не пошли на занятия. С 12 марта на трехнедельный карантин закрыли все детские сады, школы и вузы. Такое решение приняли в Минобразовании. Лекций и уроков не будет во всех учебных заведениях, независимо от формы собственности и их подчинения. Причин несколько. Высокий уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ, а также вероятность распространения азиатского недуга, недавно ставшего и западноевропейским коронавируса. Преподаватели и весь персонал университета продолжают работать. Они будут с ними общаться дистанционно с помощью социальных сетей, и видеолекции, и текстовые материалы лекции. И в дистанционной форме выкладываются практические занятия. Ученики тех школ, в которых нет технической возможности для обучения на расстоянии, на карантине будут по старинке штудировать учебники и выполнять домашние задания. В связи с карантином также решили перенести пробное внешнее независимое оценивание. Об этом сообщили в Центре оценивания качества образования. Тестирование по украинскому языку и литературе будет проходить 4 апреля по другим предметам – 11. Школьникам необходимо повторно распечатать приглашение пропуск. О результатах пробного ВНО сообщат до 14 апреля. В мэрии также огорчили родителей дошкольников. Карантин в школах и университетах пока что ввели до 3 апреля включительно. В детских садах до тех пор пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Департамент образования будет сообщать родителям о любых изменениях в работе учебных заведений. На фоне всеобщей паники из-за китайского коронавируса спрос на макароны и гречку моментально вырос. Люди массово закупают продукты тележками на всякий случай. Но в Одессе таких ожесточенных мер предосторожности не принимали. Тем не менее некоторые одесситы поддаются панике и тоже запасаются продуктами. Как выглядит ажиотаж в городских супермаркетах узнавала Светлана Довжук. Из-за ужесточенного карантина в столичных супермаркетах люди массово закупают продукты первой необходимости. Входят идут макароны, гречка, сахар, соль и туалетная бумага. Но одесские магазины работают в штатном режиме. Мы приехали в один из самых больших супермаркетов Одессы, чтобы посмотреть, есть ли очереди на кассах и остались ли еще на полках макароны и гречка. Сначала мы посмотрели на парковку и увидели, что больше машины за карантино не стало. Все как в обычный день, особенно в таком большом супермаркете. Внутри магазина тоже немноголюдно, кроме одного отдела. Я сейчас нахожусь в отделе макаронных изделий и круп и наблюдается все-таки ажиотаж. Люди покупают сразу несколько пачек риса, сахара, соли. Некоторые даже покупают целыми коробками. Мы даже увидели одну девушку в маске. Она тоже взяла сразу несколько пачек. Вот даже вам сейчас покажу, что в этом отделе достаточно много людей. Ни в одном отделе такого количества мы пока что не увидели. Но на кассах столпотворение увидеть тоже не удалось. Перед новогодними праздниками и то больше людей. На кассах пока что все спокойно. Людей как обычно, потому что это самый большой супермаркет в принципе в Одессе. Сюда приезжают покупать сразу оптом. Но на кассах, как вы видите, нет таких огромных очередей. Но вот людей в масках стало больше. Говорят, это просто для успокоения души и никакой паники. Но все-таки лишняя пачка макаронов не помешает. В случае чего это все равно же не хватит. Это так. На две семьи мне надо взять. Ну как, у вас сегодня был выезд плановый, либо вы все равно подготовились, если другой дефицит продукта? Плановый. Нет, какой дефицит? Я в эти дела игрушки не играю. Надо было купить, надо. Это маме, детям, себе с женой. Ну у вас гречки так прилично. Ну потому что детям надо одну упаковку, нам одну упаковку. У меня еще собака кушает гречку. Мы приехали, да. Ну не из-за того, что у нас какая-то паника, а чтобы потом это было все в доступности. Потому что полки все разметают. Ну все-таки вы специально, да, вы выехали сегодня, чтобы на всякий случай. Да, да, это вы специально. Из-за? Из-за паники людей. Смотрим, как обстоят дела в еще одном крупном супермаркете. Мы приехали в другой супермаркет и первым же делом зашли в макароны отдел, чтобы посмотреть, есть ли здесь ажиотаж и людей практически нет. Полки не пустуют, макароны на любой выбор, какие хотите, выбирайте. Но все-таки мы нашли человека, который закупился на всякий случай. Ну немножко на запас. Это связано с тем, что карантин в Киеве? Ну не только. Сын звонил, больше у них нету куши. Макарон, каш нет. Что вы взяли? Ну я пока макароны. Вы взяли только макароны. Давайте мы покажем. Сколько пачек? Я взяла три пачки. Для многих одесситов это запланированные вылазки в магазин перед выходными. Но помимо масок, самые находчивые пользуются перчатками, чтобы не притрагиваться к тележкам. Единственное, что я сделала, я когда зашла в магазин, я одела перчатки. Потому что самое грязное место – это поручень тележки. Ну и стараюсь как бы не прикасаться ни к чему и не пробовать. Проверяем третий магазин. Как говорят продавцы, с утра ажиотаж наблюдался больше, чем обычно. Самые ходовые продукты – соль, сахар, мука и крупы. Говорите, что с утра было много людей, да? Обычно в выходные дни столько людей, но сегодня как бы вкусные дети. Но это было как бы очень много. А что в основном покупают? Крупы. А что еще? Овощи и мясо. Для у кого всякого жил, как бы у каждого свой ассортимент. Но сейчас я смотрю, что не особо много людей. Мешками не нагребали, да? Ну не сильно так, но обычно просто, ну как бы как сказать, что в будние дни такого ажиотажа нет. Сегодня было очень много людей. В связи с распоряжением правительства о мерах, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции, трехнедельный карантин ввели также в Одесской юридической академии и Международном гуманитарном университете. Как отметил президент вузов, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов, на период до 3 апреля в университетах ввели дистанционное обучение, благодаря современным методикам, которые постоянно внедряются в учебный процесс. В сложившейся ситуации остров стал вопрос о проживании студентов в общежитиях. Более 90% молодых людей приехали учиться в юрокадемию из других регионов Украины. И даже на период карантина здесь созданы все условия для комфортного и безопасного проживания будущих специалистов. В частности, в общежитиях предпринимаются повышенные меры дезинфекции, подчеркнул Сергей Кивалов. И особо отметил, все, кто изъявит желание остаться в общежитиях, останутся. Этот вопрос рассматривался на внеочередном заседании ректората Одесской юрокадемии. Все иногородние студенты, которые не имеют возможности уехать в свои родные города на период карантина, могут остаться проживать в общежитиях. В девяти общежитиях университета с этих пор предпринимаются повышенные меры дезинфекции, а также дополнительно будут закуплены медицинские маски, термометры и в целом усилен режим безопасности. Более того, согласно обращению Министерства образования и науки Украины, в каждом общежитии будут выделены места для изоляции соискателей высшего образования с признаками острых респираторных заболеваний. Также нами будут проводиться профилактические мероприятия относительно предупреждения массового распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом и острых респираторных инфекций. Продолжится работа по информированию студентов, преподавателей и сотрудников о том, как обезопасить себя и как действовать в случае заболевания. Также президент вузов Сергей Кивалов заявил, что на время общенационального карантина отменены все выезды за границу студентов и преподавателей, юрокадемии и Международного гуманитарного университета с целью прохождения стажировок и участия в программах международной академической мобильности. Карантин введен во всех структурных подразделениях Одесской юридической академии, в колледже, морском училище, Высшем объединенном училище сферы услуг, а также в подразделениях, которые находятся в Киеве, Николаеве, Ивано-Франковске, Черкассах, Черновцах и Кривомроге. Одесские учреждения сферы культуры также почувствовали на себе распоряжение правительства об общенациональном карантине. Отменяются спектакли и концерты, переносятся на лето и осень коммерческие мероприятия, благодаря которым и выживают театры нашего города. Под карантин, объявленный с 12 марта по 3 апреля, подпадает и один из главных одесских праздников – Юморина. Жесткие правила одинаковы для всех. Виталий Хемий побывал в четырех одесских театрах, чтобы узнать, как там будут восполнять образовавшийся культурный пробел. У главного входа в Одесскую филармонию утром 12 марта все еще висели афиши, анонсирующие выступления комика Дмитрия Романова и легендарного певца и актера Вахтанга Кикабидзе. Однако 18 и 28 марта решением кабинета министров красные, запретные дни календаря. Эти концерты перенесут на более поздний срок. У нас будет очень много переносов, очень много, особенно концертов коммерческих. Понимаете, наши – это проще, мы можем в крайнем случае перенести на осень. А вот коммерческие концерты, часть мы уже нашли моменты. Кого-то на июнь, кого-то там перенесли на Дмитрия Романова на 14 мая, Кикабидзе на 24 июня, то есть мы уже кое-что перенесли. Но ей же, как его дальше, Гребенщикова перенесли на май, на 18 мая. То есть мы занимаемся, это тоже работа и непростая, потому что надо все это обзвонить, смотреть, проинформировать средства массовой информации и, главное, людей. Это белая лестница, часть декорации оперетты «Летучая мышь», которая должна была пройти вечером 12 марта в Театре мускомедии. Теперь герои представления по ней пройдут не раньше 3 апреля. Концерты эстрадных звезд переносят на неопределенные сроки, но покупателей билетов успокаивают. Пропускной документ будет действителен и после карантина. Мы сейчас, считайте, с 12 по 3 число мы отменили 15 спектаклей своего репертуара. Вернее, мы их не отменили, мы их перенесли на апрельские и майские дни. Все это можно посмотреть у нас на сайте, вся информация есть. Билеты, которые были приобретены на спектакли на этот месяц, будут соответственно... Действительно, не надо будет ни менять, ни приходить лишний раз сюда. Концерт Малинина перенесен на 27 апреля. Тоже, соответственно, билеты действительные. Все остальное, все, что мы в процессе сейчас переговоров и с артистами, и с организаторами концертов... Планировались коммерческие, прибыльные для учреждения события и в Украинском театре, но карантин унес коррективы. Любопытно, что в репертуаре театра есть спектакли, которые можно показывать в камерной обстановке. Зрители находятся на сцене, их количество не превышает 200 человек. Но правительственный запрет Управления культуры Одесской обладминистрации распространяет и на такие мероприятия. На ближайшие три недели сцена Украинского театра только для репетиции. Срываются премьеры, отменяются большие концерты, представления, спектакли. Убытки театра за этот период составят 500 тысяч гривен. Только репетиции, ремонт мы не успеем никакой сделать, даже мелкий. Ну и по большому счету, знаете, тоже делать ремонт едва ли возможно по той простой причине, что у нас сейчас экономия денег. Мы не зарабатываем. Почему столь сложная ситуация? Потому что март месяц, давайте говорить откровенно, это тот месяц, когда одесситы больше всего посещают вообще театр в году. Есть такая статистика. Со середины апреля зрительский интерес к театрам, ко всем мероприятиям, которые проходят в закрытых концертных залах, он снижается. Со свойственным своему ремеслу юмором к карантину подошли в Доме клоунов. Афиша на март никуда не делась, но рядом с ней важное объявление. Количество билетов, отпускаемых в продажу, не более 199. Зал при этом вмещает 300 зрителей. Правда, Департамент культуры Горсовета разъяснил, запрет коснется всех массовых мероприятий. К слову, Дом клоунов должен был стать одной из площадок проведения комедиады в рамках юморины. На период объявленного карантина все массовые мероприятия, уличные массовые мероприятия, которые были в плане, которые размещены на сайте Департамента культуры и туризма, вплоть до 3 апреля, они отменены. Конечно, это касается в первую очередь таких проектов массовых, уличных, как юморина, но не только. Однако, хотелось бы обратить внимание также на то, что момент отмены может быть продлен в зависимости от необходимости, от ситуации. И принимать сегодня решение о проведении каких-то крупных проектов в весенний период, я думаю, будет, наверное, преждевременно. Самая парадоксальная ситуация сложилась вокруг кукольного театра и театра юного зрителя. Самое время принять школьников и воспитанников детских садов, у которых внеплановые каникулы. Но для детей культурные учреждения под запретом. Виталий Хемий, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Студенческий креатив на злобу дня. На этой неделе в 4-м общежитии университета имени Мечникова на улице Довженко молодые люди провели обряд прощания с горячей водой. Как рассказали студенты в соцсети, им без предупреждения отключили отопление и горячую воду. Видео необычных похорон выложили в фейсбуке. Еще словно бы вчера мы все дружно плескались в прекрасной и теплой воде. Она облетала нас своими струями, как будто бы в раю. И вот сегодня, 10 марта 2020 года от Рождества Христова, ее не стало. Похожие торжества анонсировали также в других общежитиях Одесского университета. Участники акции утверждали, что будут бороться за возвращение горячей воды, пока ее не включат. Но акция оказалась разовой. Возобновили подачу почти сразу же, буквально на следующий день. Как сообщил ректор университета Игорь Коваль, отключение отопления и горячей воды было вынужденным. Расчет годовой сметы вуза не предусматривал рост тарифа на эти услуги более чем на треть. Деньги нашли после того, как перераспределили статьи расходов университета. Сама акция вызвала неоднозначную реакцию пользователей Фейсбука. Часть людей заступилась за студентов, другие же осудили использование песни «Плывая кача» при монтаже шуточной акции. Именно под эту музыку хоронили героев Небесной сотни на Майдане. Очередной затяжной дорожный ремонт в Одессе. В пятницу вечером перекрыли участок на проспекте Небесной сотни, бывшем Жуково, в направлении улицы Левитана. Причина – ремонт трамвайного полотна на перекрестке проспекта с улицей Школьный аэродром. Работы планируют проводить до 24 апреля, после чего движение будет перекрыто в обратном направлении. О транспортных ограничениях и объездных путях далее в материале. Проезд автотранспорта через трамвайные рельсы на проспекте Небесной сотни станет менее чувствительным, а само полотно будет уложено по современным технологиям. В Одессе в пятницу 13-го приступили к ремонтным работам, пока только в направлении улиц Левитана и Глушко. Закончить планируют к 24 апреля, после чего перекроют дорогу в направлении улицы Инглези, бывшей 25-й Чапаевской дивизии. А вот и обязанная схема на время первого этапа ремонтных работ. Итак, если водитель едет в сторону улицы Левитана, то сразу за большой парковкой торгово-развлекательного центра нужно повернуть направо и далее придерживаться информации на дорожных знаках. На период ремонта этот участок будет односторонним. Полиция обещает особо тщательно следить за нарушителями правил парковки, тем более она здесь запрещена. Объезд вас выведет к дому по адресу школьный аэродром 1. Для водителя это ориентир поворота налево. Далее несколько десятков метров, поворот на перекрестке направо и авто продолжает движение по проспекту Небесной Сотни в сторону Левитана, Глушко и Вильямса. По понятным причинам 13-й трамвай на период ремонта ходить не будет. Частично вопрос доставки пассажиров будет решен при помощи временного маршрута 3К. Будет введен в рейд на ней трамвайный маршрут номер 3К, который будет уставлять доставку пассажиров от улицы Старостиной до юго-западного насилия. Вы знаете, что там есть небольшая раздорожная перец, которая также возводит выполнение приборов пассажиров. Ну и, как я уже говорил, помимо этого будет организована работа из-за трамвайных ограничений. 12-й троллейбус со стороны улицы Космонавта Комарова теперь будет следовать не прямо по улице Небесной Сотни, а поворачивать будет налево на улицу бывшей 25-й ЧПСК дивизии, на улицу Инглези. Далее троллейбус последует по улице Королева, но доезжать до конечной улицы Архитекторской не будет, а на Глушко повернет направо и уже там доедет до улицы Небесной Сотни, после чего уже последует по маршруту в направлении заставы. В субботу утром схема движения изменилась. Как предстоит ехать в обратную сторону, чиновники еще согласовывают. О ее готовности дорожное и транспортное начальство сообщит дополнительно. Виталий Хемий, Константин Нищерет, телеканал Репортер. Недавно открывшийся сервис проката самокатов понравился далеко не всем. В Управлении защиты прав потребителей приказали владельцу сервиса убрать скутеры с некоторых улиц города. В противном случае чиновники собираются сделать это самостоятельно, а затем в суде добиться возмещения затрат на демонтаж, эвакуацию и охрану. Такие предписания управление разместило прямо на самокатах. Кроме того, их украсили сигнальной лентой. В документе сказано, что некоторые самокаты установлены без договора на право временного пользования местами для размещения элементов уличной торговли. Это в связи с тем, что якобы это была торговая точка. Если бы это была торговая точка, у нас должен был стоять торговый представитель, или же это должна быть реклама с самокатами, но у нас нет ни того, ни другого. Поэтому нет в принципе в законах Украины таких вот подписаний под наш бизнес. Чиновники говорят, что одна из точек проката была расположена прямо на дороге недалеко от гостиницы Лондонская. Самокаты якобы мешали проезду автомобилей, и поэтому сотрудники муниципальной стражи пожаловались на них в управление. Сейчас владельцы проката пытаются договориться с мэрией, чтобы сервис продолжил свою работу. Это все новое, как бы, первый проход, и нам придется это все регулировать. Как-то с мэрией. В принципе, мы на следующей неделе будем с ними встречаться и как-то это решать. А пока что представитель компании пообещал, что самокаты по возможности будут парковать таким образом, чтобы не мешать проезду автомобилей и основному трафику пешеходов. Одесская промышленность. Многие при этих словах вспоминают утраченные заводы и фабрики. Судоремонтные, Краян, легендарная Январка и многие другие. Но, вопреки всеобщему скепсису, промпроизводство, похоже, понемногу восстанавливается. Одесский металлообрабатывающий завод, выполнявший заказы для Байконура, медленно возвращается к жизни. Предприятие уже погасило 7 миллионов долгов, набирает штат и расширяет производство. На одном из немногочисленных заводов украинской оборонки побывал наш корреспондент Юлиан Аксенов. Среди различных баз, цехов и фабрик на самой рабочей улице Одессы. В промышленной расположился металлообрабатывающий завод Минобороны. Его, как пациента реанимации, недавно вернули к жизни. В тучные советские годы здесь трудились 2500 человек, а совсем недавно оставалось всего два. С 2014 года предприятие начало новый этап своей истории. Сменилось руководство, вернулись некоторые специалисты. И теперь, кроме оборонки, завод работает по разным профилям. Металлоконструкции мы делаем перекрытие крыш, куполов для церквей, потом ограждения, заборы, детские площадки. Потом мы делаем медицинские штативы для медицины. Строительную лицензию мы получили для того, что мы сами изготовляем металлоконструкции и готовим их для заказчика. Мы взяли строительную лицензию для того, чтобы мы можем сами ее устанавливать и строить дома до третьей категории. Строительная лицензия позволяет предприятию возводить дома как частнику, так и жилье для военных. Сейчас завод – это 40 человек, которые ремонтируют автомобильную и другую технику для армии, включая секретные оборонные заказы, экскаваторы, козловые краны и прочее. Среди сотрудников есть те, кто отдал заводу полвека. За это государство отблагодарило старожилов орденом «Трудовая слава». Награды торжественно вручили перед всем коллективом. Механику Алексею Тарасенко – 79, на заводе с 26 лет. Ветеран говорит, что не бросал завод даже трудные времена. Уж слишком с ним породнился. Когда знакомишься с коллективом, когда у него, будем говорить, народ, врастаешь, то очень сложно уходить и, будем говорить, искать другое место работы. У меня получилось так, что дружный, хороший коллектив, он не только умел работать, он умел отдыхать. 90-е едва не уничтожили завод полностью, но энтузиазм и вера ветеранов в лучшее спасли его от забвения. Вместе с легендарным механиком орден получил еще один ветеран-крановщик Алексеевич, как его здесь все называют. Ему тоже 79 лет, 45 из них вот в такой кабине. Сюда же он поспешил сразу после награждения, просто засунув коробку с орденом в карман комбеза. Ветеран говорит, что никакого секрета бодрости у него нет. Живу я в обыкновенной жизни, ничего там особенного, никакие там не соблюдаю диеты. Живу спокойно. Так я вот с детства, я занимался спортом, двигаюсь много. Потому что я сейчас, вот видите, я на кран мог хоть 10 раз в день залезть. Нет, ну бывает как уже по возрасту болезни, но так сильно ничего не было. С молодежи на производстве пока туго. Всего 5 человек. Средняя зарплата 11 тысяч. В планах у дирекции эти показатели увеличить. На территории много арендаторов, но директор уверяет, что это только 25% бюджета завода. С некоторыми даже приходится разрывать договоры и освобождать занятые площади. Теперь они вновь нужны заводу. Сложно поверить, но когда-то в этом цеху изготавливали металлоконструкции для стартовых позиций космических ракет. Несколько позже, здесь в годы независимости изготавливали купола для знаменитого Одесского спаса Преображенского собора. И вот сейчас, спустя годы запустения, сюда вновь, пускай неторопливо, возвращается жизнь. Цех снова наполняется голосами рабочих и шумом станков. Когда-то завод работал на Байконур и делал оборудование для шахт баллистических ракет. Пока же последний мегапроект завода – купола спаса Преображенского собора. Сейчас масштабы скромнее, но зато есть собственные инновации. Идея пришла в голову директору еще во времена службы в армии. Я созрел такой план сделать самопогрузочный, разгрузочный кунь, который автомобиль подъезжает, он сам себя восстанавливает и сам себя снимает с транспортного средства. Это наши личные разработки нашего предприятия. Министерство обороны его мы прошли, показали, рассказали, они дали нам согласие. И мы первый пробный кунг, сейчас будет все нормально, мы его отдадим уже в инженерные войска. От элементарных замков для ящиков, стоек для капельниц и ремонта автотехники завод расширяет производство до полноценных изделий – военной кунги, сложной металлоконструкции и даже жилое строительство. Единственное опасение заводчан – частые кадровые замены в правительстве и Минобороны. Ведь здесь больше всего ценят стабильность. Юлиан Аксонов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Первая прогулка малыша. Теплые лучи мартовского солнца впервые в своей жизни ощутил тигренок амурского тигра. На прошлой неделе он родился в Одесском зоопарке. До сих пор маленький хищник находился только в вольере. Теперь же мама разрешила ему посмотреть на мир собственными глазами. Как видим, малышу нравится. Он резвится, прыгает, а тигрица по-матерински присматривает и ухаживает за своим младенцем. Амурские тигры, напомню, самый крупный представитель семейства кошачьих. Их в живой природе осталось крайне мало – не более 600 особей. Распространены они на Дальнем Востоке России и в Северном Китае. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Оставайтесь с нами.